Любили ли мусульмане воевать? Пророк Мухаммед, осознавая свою миротворческую миссию, стремился к созданию нового государства, в котором все люди жили бы свободно. Война была бы самым последним делом. Пророк Мухаммед использовал все возможности для установления мира на земле и всегда наставлял, не желайте встречи с врагом, но если вы уже встретились с ним, то проявляйте терпение. Достопочтимый Пророк, не преследующий цель насильно обращать людей в ислам, никогда не начинал войну первым. В Коране в завершении одного из аятов о необходимости быть готовыми выступить против врагов говорится, если они склоняются к миру, ты тоже склоняйся к миру и уповай на Аллаха. То есть дается наставление об использовании любой возможности, ведущей к мирному решению вопроса. Наряду с этим мусульманам, которые руководствовались аятом о те, которые уверовали, принимайте мир и безопасность целиком, наставлял во время войны на пути Аллаха делать предложение о заключении мирного договора и не говорить, ты не мусульманин. Пророк Мухаммед при любых войнах призывал мусульман действовать в рамках определенных этических принципов. Поэтому одним из основных его правил при встрече с врагом было в поиске путения примирения, в случае, если не удалось достигнуть соглашения и войны было не избежать, то он требовал не трогать женщин, детей, стариков и людей, посвятивших себя поклонению, а также не разрушать поселения и посевные поля. Во время назначения своих сподвижников военачальниками, пророк наказывал им быть богобоязненными перед лицом Аллаха и в добрых отношениях с другими воинами-мусульманами.